Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня пятница, 6 сентября, и вы смотрите новости рынка Форекс от компании Инстафорекс, и с вами я, Екатерина Недачина. Управляющий Банка Японии, отмечая процесс восстановления экономики страны восходящего солнца, решили, однако, монетарную политику оставить без изменений. Процентная ставка сохранила свое значение на уровне близком к нулю на отметке в 0,1%. Программа скупки активов также не изменилась, объемы стимулирующих программ остались прежними. Но изменились ожидания Центрального банка, а именно прогнозы по росту японской экономики. В свете новых макроэкономических данных эксперты ожидают продолжения ускорения темпов роста экономики. Тем не менее, как мы уже отметили, денежно-кредитная политика не меняется, и управляющие Банкой Японии намерены и дальше строго контролировать ситуацию в стране методами количественного и качественного смягчения. В основном, это связано с пока еще высокими рисками стабильности восстановления мировой экономики в целом. В принципе, ничего кардинально нового не появилось, отчего валютные рынки спокойно отреагировали на выдержки пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Банка Японии. В паре с американским долларом иена продолжила терять свои позиции. Котировка доллар-иена поднялась к 100 пунктам, к той самой отметке, которую министр финансов Японии назвал самой приемлемой для благополучного развития японской экономики. Однако многие инвесторы и экономисты насторожились. Улучшение макроэкономических индикаторов сегодня рассматривается в Японии как сигнал к введению повышенного налога с продаж. Это были новости рынка Форекс от компании ИнстаФорекс. До встречи!